здравствуйте друзья здесь демитков юрий и сегодня у меня в гостях основатель инвестиционного агентства ильич иван родионов и он обещает 36 процентов годовых я хочу спросить иван откуда такие проценты юрий мы говорим с вами о действующем бизнесе действующий бизнес зарабатывает высокую доходность он готов и оплачивать такие высокие проценты для инвестора и при этом еще и у него остается деньги то есть он зарабатывает высокие доходы это реальный бизнес да это реальный бизнес я занимался реальным бизнесом и могу сказать что в реальном бизнесе действительно есть высокие проценты, но откуда вы их находите? Смотрите, Юрий, мы специализируемся именно на сфере госзаказ. То есть, именно ко мне обращаются бизнесы, потому что меня уже в этой сфере знают, потому что у меня есть богатый опыт. И я, соответственно, прорабатываю эти бизнесы, проверяю их, смотрю, приносят ли они такие высокие проценты. И только после этого мы заключаем договор, и уже я делаю предложение инвесторам. Вот я смотрю на вас. Ленин. Чем прославился Ленин? Отбирал деньги у богатых. И что сейчас вы предлагаете в этом образе? Ребята, дайте мне деньги, я вам их хорошо инвестирую. Ну, извините, как это вообще? То есть, вы хотите сказать, что это несколько наивно назвать свою инвест-компанию ИЛИЧ. Ну, как минимум. И рассчитывать на то, что мне доверят деньги. На самом деле, лично мне деньги инвесторов, они не нужны. Я их не беру. Деньги мы направляем напрямую в бизнес. То есть, я подготавливаю проекты, моя команда подготавливает проекты, проверяет их. И мы направляем денежные средства инвесторов в виде займов напрямую в бизнес. При этом, эти бизнесы предоставляют залог. А последнее время такие сделки страхуются. И у инвестора практически нет рисков. Что значит направляем? Все-таки люди дают вам деньги и вы их направляете куда-то. Ну, не совсем так. Мы подготавливаем информацию. А для того, чтобы эту информацию инвестор получил, инвестор с нами заключает договор NDA. Это договор о неразглашении информации. Потому что все-таки это малый бизнес. И информация очень часто является закрытой. Тем более информация о доходах. И после подписания такого соответственно документа мы просто оформляем документы. А деньги инвестор направляет напрямую на расчетный счет компании. Так. А с кем заключается договор об инвестировании? Напрямую с бизнесом. Вот мы например работаем с бизнесом. Конечно с бизнесом. И бизнес берет наши денежки. Я прекрасно знаю, что бизнес регулярно раз и исчез. Дело в том, что мы выбираем только бизнесы, которые могут предоставить залог. Или это бизнесы, которые работают в сфере госзаказа. Такие бизнесы имеют повышенную ответственность. У вас останется всегда залог. Этот залог вы можете реализовать. Например, я могу сказать, с точки зрения залога у нас сейчас есть проект, где в залог инвестору предоставляется автомобиль. И инвестор получает от 18 до ста 7 процентов годовых. А что значит залог? Конкретно в этом случае автомобиль оформляется на инвестора. То есть он просто в ПТСе написан инвестор. Да, фамилия, имя, отчество инвестора, дата рождения. Понятно. Хорошо. Как происходят выплаты вот этих процентов? Выплаты процентов происходят ежемесячно. То есть в этом тоже особенность именно нашего взаимодействия. Договор заключается, как правило, на год. И ежемесячно инвестор получает, если мы говорим про 36 процентов, то это 3 процента в месяц. 3 процента в месяц каждый месяц он получает? Да. Так, ну давайте сравним, попробуем с недвижимостью. Например, квартира в Москве стоит 5 миллионов рублей и средняя плата, скажем, за эту квартиру, ну где-то 30 тысяч рублей. Правильно? Да, все верно. Так, а если инвестировать вот через ваше агентство, скажем, те же самые 5 миллионов рублей, сколько будет получать инвестор? Давайте я лучше на минимальной сумме покажу. У нас, для того, чтобы начать работать с нами, инвестор может начать работать от 500 тысяч рублей. То есть, имея 500 тысяч рублей, инвестор будет ежемесячно получать 15 тысяч рублей, чтобы выйти... То есть, если сравнить с недвижимостью... Миллион рублей... Ну, нолик приписываем, значит, это 5 миллионов 150 тысяч? Да, все верно. То есть, это равносильно съему недвижимости, ну, как бы, вот, купить недвижимость и получить за нее 150 тысяч? Да, все верно. То есть, если мы говорим с вами про 5 миллионов, если мы говорим... Ну, 5 миллионов, я имею в виду недвижимость, да, у вас там 500 тысяч. Хорошо. То есть, насколько я понял, у вас минимальная сумма инвестиций, это 500 тысяч рублей. Это так. Всегда такая сумма? У нас есть определенные преференции для инвестора. Если инвестор вкладывает от 2 миллионов рублей, то мы дополнительно предлагаем разные варианты. Например, открытие расчетного счета, где инвестор может являться, соответственно, и иметь право второй подписи. Тогда он контролирует расходы, он видит полностью все операции. То есть, предприниматель не может снять с этого счета деньги без подписи инвестора? Да, это практически так. То есть, мы говорим о том, что у инвестора на телефоне есть клиент-банк, и инвестор контролирует расходы, и если он не даст пароль, смс-пароль, соответственно, бизнесу, бизнесмену, то деньги не будут потрачены. То есть, они контролируются инвестором. Хорошо. Какое оборудование дается в залог? Давайте я расскажу о тех бизнесах. Во-первых, госзаказ, например, если мы говорим про госзаказы, все вы знаете, это разные услуги, это клининг, это благоустройство, это, соответственно, какие-то услуги, связанные с IT, в том числе, допустим, типография. Недавно мы привлекли инвесторов в типографию. На живом примере могу сказать, что типографское оборудование, один станок стоит 6 миллионов рублей, это рыночная стоимость. Ну, это немного. Вот, в данном случае это оборудование дополнительно идет в залог инвестору, и мы его оценили в 3 раза меньше, то есть, в 2 миллиона рублей мы его оценили как залоговое оборудование. Ну, в принципе, я занимался полиграфией, я знаю, что, да, конечно, полиграфическое оборудование низколиквидное, но, с другой стороны, полиграфическая фирма, если имеет такое оборудование, фигушки, оно куда смоется. Но оно как минимум тяжелое. А сейчас, кстати, Новый год, вы все, например, знаете, как дорого в Москве стоит повесить гирлянды, да, и это как раз прибыль предпринимателя на том, что он зарабатывает на услугах, и он платит с этой прибыли процент инвестору. Хорошо, а почему бы бизнесу не взять деньги в банке, там, по-моему, даже меньше процент можно, зачем ему эти инвесторы? Моими клиентами являются именно бизнесы, и они пользуются кредитами. Единственное, они предпочитают специфические кредиты, например, это может быть кредит в виде лизинга, или кредит в виде факторинга, это такие, ну, определенные условия. Классический кредит для бизнеса неинтересен, могу сказать, в первую очередь, потому что, соответственно, бизнесмен должен оплачивать и процент, и тело кредита. Когда он пользуется инвестиционными деньгами, он оплачивает только проценты, ему удобнее, поэтому они пользуются, в частности, предприниматели, и кредитными инструментами, и инвестиционными инструментами. Инвестиционные инструменты помогают быстрее развиваться и, соответственно, выполнять и закрывать свои цели. Друзья, прежде чем инвестировать, я вообще рекомендую очень серьезно подумать и ознакомиться с тем, куда мы инвестируем. Иван, вы можете дать полную информацию потенциальным инвесторам о том, куда он инвестирует, как инвестирует, под что, под какой бизнес? Конечно, мы подписываем с инвестором договор, как я уже говорил, NDA о неразглашении, предоставляем ему и бизнес-план, и информацию о компании, информацию о собственниках, в том числе предоставляем информацию о финансовой ситуации компании. После этого, если какие-то вопросы останутся, мы отвечаем на все эти вопросы, и инвестор уже принимает решение о инвестировании. Также готовы встретить и провести консультацию в нашем офисе. То есть, насколько я понял, сначала инвестор все-таки запрашивает информацию, никаких денег не платит, просто подписывает договор о неразглашении, и потом вы после этого даете инвестору всю информацию, куда вкладываются деньги и откуда идет доход. Правильно? Да, именно такой порядок работал. Иван, вы сидите почти в Кремле на Лубянке, и что, для того, чтобы заключить договор с вами, нужно ехать на Лубянку? У меня зрители по всей стране и даже за рубежом. Ну, мы всегда рады, конечно, принять инвестора у нас в офисе, но современные технологии позволяют обойтись, в принципе, без встречи, и многие инвесторы, они действительно готовы подписывать, как показала практика, документы с использованием почты, то есть мы пользуемся DHL, документы напрямую соответственно подписываются с бизнесом, документы подписываются с нами, и инвестор пользуется банком, который расположен в его городе, своим удобным банком, идет и переводит денежные средства напрямую на расчетный счет компании. После того, как заключит договор? Конечно, после того, как заключит договор, он заключает, как правило, несколько договоров, это договор займа, договор поручительства и договор залога. То есть весь комплект? Конечно, сразу весь комплект готовится. Отписывает через DHL, прямо вот. Наши юристы и адвокаты, они проверяют эти документы. Хорошо. Друзья, я могу сказать, что реальный бизнес действительно может приносить очень высокую доходность. Более того, я всегда говорил, что для того, чтобы получить самую высокую доходность, надо заниматься именно реальным бизнесом. Если вы не занимаетесь лично этим бизнесом, вы можете инвестировать. Но при инвестировании, прежде чем инвестировать, я предлагаю очень внимательно ознакомиться со всей информацией, которую предлагает инвестиционное агентство Ильич, и только после этого принимать решение об инвестициях. Я еще раз могу заверить, что действительно реальный бизнес может приносить такие доходы, которых вы не найдете ни на фондовом рынке, нигде. И это может быть абсолютно надежно. Это я знаю по опыту. Но очень важно внимательно знакомиться. Да, это так. Спасибо, Иван. Я думаю, что если люди заинтересуются, они могут получить эту информацию. Ссылочки будут под данным видео и просто запросить эту информацию. Спасибо.